В эфире информационная программа новости. С вами Виктория Буханцева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Несчастный случай. Двое маленьких детей выпали из окна на пятом этаже. Смотрим, скорая сильная кричала, кричала. И это двое ребят говорят. Зыбучая жижа. 52-летний мужчина едва не погиб в яме со смолистой жидкостью. Если он умер, он бы умер и отдохнулся. Право выбора. 12 балхажцев с начала года добровольно ушли из жизни. В группу рисков ходят люди, которые страдают прежде всего психическими заболеваниями. Два ребенка выпали из окна пятиэтажного дома. Девочкам 5 лет и 3 года. Обе были доставлены в больницу. Младшую спасти не удалось. Врачи борются за жизнь старшей. Ее состояние остается тяжелым. Девочка получила сотрясение головного мозга и множественные переломы конечности. Пока точную картину происшествия не выяснили, ведется расследование. ЧП произошло в одном из домов микрорайона Шашубай. Примерно в 12 часов дня. Я была дома, слышу что-то кричат. Думаю, на казаков кто-то умер, наверное, обычно. Вот мои окна. Потом мне соседка звонит. Вот им скорая сильная кричала, кричала. И это двое ребят говорят. Доверяй, но проверяй. Жительница Балхаша стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела на счет аферистов почти 130 тысяч тенге. На номер 43-летней женщине позвонил мужчина с приятной новостью. Вы выиграли автомобиль. Сотрудник неизвестной фирмы знал все данные победительницы. Поэтому сразу расположил ее к себе. Правда, чтобы получить приз, нужно было оплатить кое-какие расходы. На счет следовало перевести около 130 тысяч тенге. Собрав нужную сумму, жительница города в тот же день отправила деньги. Но дозвониться до получателей уже не удалось. Они отключили телефон. Обманутая женщина обратилась в полицию. Сейчас правоохранители ищут аферистов. Житель Балхаша упал и едва не утонул. В яме, предположительно, с битумом. Смолистая смесь засосала мужчину и практически парализовала. К счастью, его крики были услышаны вовремя. Подробнее в материале Жан Саимусиной. 52-летний Евгений Михайлов шел поздно ночью по пустырю и наступил на непонятное вещество. За доли секунды смолистая смесь засосала его во весь рост. Мужчина начал кричать. Его зов услышал охранник автомойки, которая находилась неподалеку. Состояние он был неподвижным. Полностью засосало ни руки, ни ноги. Мы даже подошли, спросили, как состояние, фамилия, имя, отчество. Он не мог ответить, так как у его ушей уже были заложены смолой. Он почти полностью ушел. Если бы минут 5-10, он бы умер и задохнулся, как говорится. С первого взгляда это самая обычная грязная лужа с бытовыми отходами. Но стоит только наступить на нее, как непонятная смесь начинает сразу же затягивать к себе. Попробуем измерить глубину. Как видите, она достаточно приличная. По вечерам здесь освещения нету, поэтому неудивительно, что мужчина угодил в опасную яму. К его счастью, неподалеку работает автомойка с достаточно бдительными охранниками. От медицинской помощи мужчина отказался сжаловаться в органы, тоже не стал. Поблагодарил спасателя и остался на месте. Позже выяснилось, что это человек без определенного места жительства. Он работал бараном в нас. Это было весной. Потом с весны он, получается, не работает. Пойдет искупается, приходит, немножко покушать ему там. Поглощающая яма находится возле бывшего завода железобетонных изделий. На промышленном участке есть хозяин. Но опасная зона не огорожена и замаскирована под мусорное болото. По словам местных жителей, это не первый случай, когда в яме тонут и люди, и животные. Пять лет назад на ней чуть не погиб шестиклассник. Жен Сая Мусина, Думан Колобаев, Уркин, Медиа. Жить или не жить, сегодня всемирный день предотвращения самоубийств. По данным ВОЗ, ежегодно от суицида погибает около миллиона людей. И наша страна на десятом месте этого смертельного рейтинга. С новостных лет нисходят печальные истории. Так, в конце августа добровольно ушел из жизни 15-летний школьник. А в этот понедельник выбросилась из окна вместе с двумя дочерями – 33-летняя алматинка. Карагандинская область занимает пятое место в стране по показателям завершенных суицидов. Но их число постепенно падает. В первом полугодии 2014 года добровольно ушли из жизни 199 человек. За шесть месяцев 2015-го – 156. В нашем городе за это время погибли от суицида 12 человек – 8 мужчин и 4 женщины. Двое возрасте до 17 лет, шестеро – от 18 до 45, старше этого возраста еще четверо. Так, Балхаш вышел на третье место по области. Впереди – Караганда и Тимиртау. Можно ли распознать предрасположенность к самоубийству и предотвратить его? Об этом мы поговорили с врачом-психиатром Салтанат Искаковой. Здравствуйте. Скажите, как можно предотвратить суицид? В группу рисков входят люди, которые страдают прежде всего психическими заболеваниями. Если он изменился по характеру, если у него изменились привычки, или он выпал из социума, так скажем, то надо иметь настороженность. Подвержены люди, которые перенесли утрату тяжелую, утрату близкого человека. И, значит, большой процент лиц, которые имеют какие-то экономические проблемы. Сейчас говорят, что больше всего растет число именно школьников, подростков, которые совершают суицид. С чем это связано? Наследственная предрасположенность, да, или начало заболевания. Знать, чем ребенок занимается, смотреть его сайты, в которых он бывает, да. Если имеются какие-то дневники, обычно вот девочки, мальчики ведут дневники тоже просматривать их. И также быть настороженным, если у ребенка возникло чувство скуки. То есть это уже как симптом проявления депрессии детской. Человек, который пытался покончить с собой, и если у него имеются заболевания, и имеются эти мысли, он не обращался к специалистам и не лечился, это может привести к рецидиву. А как вывести его из этого состояния? Вывести. Прежде всего, значит, необходимо, чтобы рядом были неравнодушные люди, да, то есть это близкие люди. Распознать эту проблему в связи с чем, да, человек хочет уйти из жизни. Это первое. Когда ясна проблема, тогда и ясны пути решения, да, данной ситуации. И как бы дать, понять человеку, который стоит на этом пути, что ты еще успеешь сделать то, что ты задумал. Ну, давай попробуем решить эту проблему. Но есть ли уже, это, есть ли проблема психологического плана, как правило. Но есть ли это уже болезнь, то необходимо идти к специалисту. На дорогах Балхаша ловят штрафников водителей. Правоохранители в дуэте с судебными исполнителями останавливают машины и проверяют на наличие долгов перед государством. Шоферы с просроченными обязательствами получают предупреждение. С начала года нарушили правила дорожного движения больше 7 тысяч балхашцев. 5 тысяч получили наказание в денежном виде на сумму больше 60 миллионов тенге. 30 из них уже поступили в казну государства. С остальными работают судоисполнители. Больше тысячи нарушителей получили предупреждение. Около 200 посадили под арест на срок до 10 суток. Дорожные рейды продолжаются. С 2015 года с изменением законодательства дается добровольное в течение 7 суток дается 50% оплаты суммы. Если после 7 суток, если не оплатят в добровольном порядке, дается месяц. После месяца эти материалы направляются на правильное изыскание судебным исполнителям. Дальше в дальнейшем они будут. Почтовый знак в честь 550-летия казахского ханства Каспочта выпустила юбилейную почтовую марку. И стоимость символическая – 550 тенге. На листе размером 52 на 36 миллиметров изображен фрагмент картины «Анракайская битва». Художник Рахимжан Ахмедин увидел ее в музее в Боровом и взял за основу своего творения. Марка вышла тиражом больше 5000 штук, номиналом 550 тенге. А в Астане вовсю готовятся к празднованию юбилея казахского ханства. Три дня с 11 по 13 сентября возле монумента Казахиле будут проходить народные гуляния. В развернувшемся этно-ауле гостей ждут состязания по национальным играм. Выставки, ярмарки, мастер-классы и концерты. А в октябре торжественные мероприятия пройдут в Таразе. Такими были события дня. Завтра в 20.30 мы расскажем, чем запомнилась эта неделя. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова